Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Лариса Степановна Юрьева, член Совета Рязанской областной общественной организации, жители блокадного Ленинграда. Здравствуйте, Лариса Степановна. Вот, собственно, 70 лет освобождения Ленинграда, да, вот сейчас этот праздник, можно так сказать, да, вы были совсем маленькой в то время, и тем не менее, как вы оказались в Ленинграде, скажите? В 1943 году, 17 апреля, я родилась в городе Кронштадте во время блокады Ленинграда. Кронштадт был город-крепость. Немцы старались захватить этот город и уничтожить, и тогда бы прорвался в Ленинград. Но стойкие кронштадтцы все 900 дней, 900 ночей блокадного Ленинграда отбивали, несмотря на холод, голод. Конечно, то, что я расскажу, это рассказ моей мамы, которая мне говорила о том, что происходило со мной во время блокады Ленинграда. На следующий день после моего рождения, 18 апреля 1943 года, рядом с роддомом стали падать бомбы. И волною вырвало стену детского отделения роддома. Детские коечки вылетели на улицу. Моя коечка зацепилась на арматуру стены. И таким образом я спаслась от прямой смерти. Не было ни воды, ни тепла. И чтобы спасти такую маленькую девочку, дочку, однажды папа приехал и привез с корабля кота. Я так думаю, что это единственный оставшийся в Кронштадте кот. Мама меня пеленала, укладывала вместе с этим котом в корзинку. Закрывали проход чемоданами, для того, чтобы, не дай бог, кот выскочил. И таким образом, три месяца я находилась с котом. Во время бомбежки я начинала пищать, потому что не хватало сил кричать, плакать. Он начинал меня лизать, успокаивать. И я засыпала. После трех месяцев мама стала носить меня в госпиталь. В госпитале раненые солдаты нянчились со мною. Кто даст кусочек сахарку, кто хлебушка пожует. Я пробыла в блокаде до 27 января 1944 года. Когда закончилась война, мне было всего два годика. Конечно, чувство голода, холода я, может быть, и ощущала. Но в памяти все стерлось. И мне сейчас хочется, чтобы никогда такой жестокой войны не было. И чтобы наши дети, внуки, правнуки никогда не ощутили тех страшных дней, проведенные нами в блокаду Ленинграда. Мама еще рассказывала вот какие истории. Была елка 42-го года. Привели на елку самых маленьких деточек, старшие дети. Раньше ведь были очень большие семьи. По пять, по шесть, по семь человек. Привели на елку, чтобы немножечко хоть дать радости маленьким детишкам. Все стояли друг около друга в кружок, но никто не мог двигаться, не хватало сил. И поэтому они только следили глазками за Дедом Морозом и Снегурочкой. Через некоторое время их повели в столовую покушать то, что можно было чем-то угостить. Посадили их всех. И вдруг, как по команде, мальчики полезли во внутренние карманчики. Девочки в платьице. Вытащили оттуда маленькие баночки с крышечками. Открыли. И вот ту кашку, которая была перед ними, они всю сложили в эту баночку. Закрыли, положили в карманчики, а сами стали пить чай. Почему так они сделали? Потому что, когда они уходили из своих семей, то мамы им сказали, знайте, что в семье не только вы одни, но и есть старшие сестрички и братики. И они тоже хотели бы, чтобы у них был на Новый год какой-то подарочек. И вот поэтому детишки все принесли эту кашку своим братьям и сестрам. Я хочу подчеркнуть, что не только взрослые, но и дети очень были между собой дружны, внимательны, любили друг друга. И хотелось бы, чтобы сейчас, в современное время, так же были наши семьи дружны, счастливы, помогая друг другу во всем. Лариса Степановна, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе Совета жителей облакадного Ленинграда. Все-таки интересно, кто входит туда, по чьей инициативе он был организован, этот Совет? 4 апреля в этом году исполнится 10 лет со дня образования Организации Общества жителей блокадного Ленинграда, Рязанской областной общественной организации. Это было сделано по инициативе самих блокадников. Мы очень стали помогать друг другу, потому что многим было уже под 90, под 80 блокадникам. В мае 2006 года представители нашего общества из Совета, 5 человек, поехали на прием к Миронову, бывшему председателю Совета Федерации. С просьбой каким-то образом помочь нам материально. И вы знаете, к нашей общей радости 10 декабря 2006 года вышел приказ о второй пенсии по инвалидности для блокадников, жителей блокадного Ленинграда. Так что, внимание нам уделяют. Со своей стороны мы прикладываем большие усилия для того, чтобы рассказать о том, что было во время войны. Мы ходим по школам. В этом году особенно, начиная полный декабрь и январь, мы прошли больше 40 школ. Школьники нас очень хорошо принимают, внимательно слушают. И мы надеемся, что то, что мы хотели до них донести, они восприняли это. Ну, давайте все-таки поздравим тех, кто 70 лет несет бремя, вот этих воспоминаний о том времени. Мне хотелось бы и от вас услышать, и со своей стороны вас поздравить лично. Спасибо. Поблагодарить, что вы к нам пришли. Спасибо. Дорогие наши земляки, дорогие блокадники, поздравляю вас с 70-летием полного освобождения от фашизма города Ленинграда. Здоровья вам всем крепкого, благополучия, чтобы вас любили, помогали вам в трудные минуты ваши дети. Спасибо вам еще раз. Всего доброго. Я вас лично поздравляю. Спасибо. Позвольте. Позвольте. Очень приятно с вами было. Спасибо. Лариса Степановна Юрьева у нас была в гостях. А это была программа «Семь минут». Счастья вам, здоровья, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok